Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. И сегодня речь пойдет о еще одной замечательной книге в серии, посвященной искусству современного художника-иллюстратора. Я сразу начну с конца. Супер обычный день, если вы откроете последний форза с этой книги, да, вот, значит, разворот, то вы увидите прекрасную вот такую вставочку. Это не просто отделяемый элемент, да, от книги, которую можно отклеить вот так аккуратно, да, значит, и потом как-то использовать. Это удивительный совершенно материал и для педагога, и для просто взрослого читателя, да, и для работника любых там учреждений, связанных с детским чтением. Легенды иллюстрации – это как бы путеводитель по современным техникам, технологиям, одновременно стилям и возможностям иллюстрации книги. Это очень тонкое дело. Посмотрите, у нас картинка раскрывается как постер. Если вы вспомните мой рассказ о Лео Леонне, о его прекрасной книжке про Хамелеон, да, то там техника трафалета раскрывалась, то здесь смешение различных способов нанесения изображения, скажем так, и краска, и кисть тонкая, и толстая, и карандаши, значит, вот. И автор, художник, вернее, нам немножко о своей технике рассказывает. А вот в сопроводительном тексте «Легенда детства героя», значит, и вот о технике, найдены как раз те точнейшие слова, которые я все время ищу и очень часто не нахожу. «Знали бы вы, как сложно описывать иллюстрацию словами». И вот здесь именно это, значит, сказано. «Совмещая разные слои, дымные пятна коричневого и зеленого и тонкие детальные штрихи, Алимания, художник, создает живое глубокое пространство, чащу леса, в которую хочется забрести». И вот дальше самое главное, то, чем я восхитился и хотел бы обратить ваше внимание. «Пятна и штрихи не всегда совпадают». Это действительно так, вот. То есть, иллюстрация так устроена, да. Разные техники, я уже сказал, использованы. «Не всегда совпадают». «Вот герой плачет, привалившись к дереву». Это эпизод из книги. «Видишь, как контуры древесной коры переползли на плащ героя». То есть, вот эти тонкие штрихи не совпадают с пятнами, да. «Кажется, будто леса понимает его в попытке утешить. Вот крошечные марсиане танцуют вместе с мальчиком, а вот подземные жители живут своей непостижимой жизнью. Обо всех этих чудесах природы мы узнаем из мельчайших деталей, которые как бы скрываются на общем фоне среди пятен больших, крупных, цветовых, которые сделал художник». Это действительно очень здорово описано. И вот это вот замечание о том, что дерево словно обнимает мальчика, и это показано чисто художественными, графическими средствами, по-моему, совершенно потрясающе. Ну ладно, вернемся к сюжету книги. Сюжет книги ничуть не менее интересен, чем замысел серии рассказать о техниках художника-иллюстратора. «Суперобычный день» название дано псевдокомпьютерным шрифтом, причем таким пиксельным, да, который дает нам игровая приставочка довольно давняя, да, или такая примитивная программка. То есть, речь идет не о современной технике, а именно о том, что название графическими средствами, даже вот русифицированное, должно нам показать, что есть тут у нас вот эта дикая природа, в которую у нас скачет главный герой, такой очкарик вот этот замечательный, симпатичный, вот, и есть какой-то вот обычный день, который вот такими буквами передается. Это действительно очень необычный день, но он кажется таким тусклым, таким скучным, потому что наш юный герой, значит, с тоской целыми днями играет свою приставку, да, вот, на даче. Дача в данном случае – это каторга. И несмотря на то, что взрослому-то очень нравится, с первой страницы вот эта туманная атмосфера, эта каменная стена, которая в данном случае у нас не брендмаузер, да, а это торцевая стена старинного дома, в которой выкладывался из камня камин. И вся стена в противопожарных целях делалась каменной, посмотрите. Это очень уютное жилье. Не знаю, съемное оно или этот сельский домик, доставшийся от родителей маме-героя, но она сидит, утнувшись с компьютера, пишет, пишет, пишет. Мама работает, да, мамы дома считают, что нету. А он валяется на диване и бесконечно играет в приставку, пока дождь изматывает. Мама вот прекрасно передана такая, современная, вот она в растерянности оторвала взгляд от экрана, обернулась, посмотрела на сына. И столько в ее взгляде, да, вот этого вот всего. Но, увы, наш герой... Эх... Продолжает играть в свою приставку. И мама делает то, что делают все родители. Отбирает игрушку со словами. Хватит пялиться в эту свою приставку, что-то уткнулся, да. В очередной раз она выдернула приставку у меня из рук. В очередной раз я потихоньку стащил эту приставку у мамы, говорит герой, вот, и улизнул на улицу. Мама опять в работе, она ничего не замечает. Она, в принципе, очень похожа на маму главной героини из мультфильма про домовенку Кузю. Помните, да, вот эта вот галлюциногенная слегка тетенька, да, которая, да, ой, а то уже и мусор выкинула. Умница, дочка. Вообще не замечает происходящего, да. Уже вся там в своих вот этих вот взрослых мирах. Вот. А герой с весьма унылой физиономией, которая очень трогательно нарисована, выходит на улицу. И тут он заинтересовался окружающим миром. Но ведь в мире же что-то происходит. Там есть холм, с него можно спуститься. Можно вбежать в лес, перепрыгивая через какие-то бревна. Можно, значит, прийти на пруд, берег которого усилен волнами, попрыгать по ним и так далее, да. Но тут происходит, увы, величайшая глупость на свете, как кажется герою. Приставка выскальзывает из кармана и опускается на дно. Сколько он не пытался бы ее найти, приставки у него больше нет. Вот. И заканчивается та самая реальность, которая показана, значит, в названии фильма. Потому что она вся состоит из бесконечного уничтожения марсиан, да. То есть, это вот тупая стрелялка. Не думайте, что он там чем-то хорошим занимается. Пиу, 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 пиу. И он тут тычет, 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 тычет. Все прошли через это. И я, и вы, возможно, да, если со мной одного роза. Моя маленькая дочка, то же самое сейчас, вот она. Больше всего ее эти самые дебильные занятия увлекают. Потому что они по природе своей нам интересны. Мы так устроены. Мы, когда были маленькими миллионы лет назад зверюшками, живущими на деревьях, от этого зависела наша жизнь. От того, насколько быстро мы можем отреагировать на движущийся предмет. И быстро, быстро, быстро либо убежать, либо схватить какой-то фрукт, да, с дерева, раньше, чем сородичи успеют это сделать, да. И вот до сих пор где-то в подкорке у нас это сидит. И нам это очень интересно. А вокруг большой интересный мир. И вот он начинает его познавать. Он знакомится с улитками. Вы подумали про улиток, да. Ничего подобного. Когда ты смотришь на вот эту вот картинку, да, еще раз, в чем сила художника-иллюстратора? В донесении невербальным способом мыслей ты видишь, что он обнаружил улиток. И это улитки. Это ух ты. Это только ребенок может почувствовать. Мы с вами уже таких улиток, увы, не увидим. Даже в гастрономическом смысле слова. Он видит гигантские грибы. И посмотрите, как это здорово. Вот эти вот грибы, да, которые совершенно волшебные здесь. Не важно, что это мухоморы. Они все равно потрясающе выглядят. Совершенно волшебные, да. И он сам похож на гриб. Он вот вкарабкается по склону. Это чисто геометрически передано художникам, как иллюстрация. Да, он сам, герой, уподобляется тому, что он видит, потому что он не просто это видит. Он это чувствует. Он прочувствовал окружающий мир. Там дальше стандартный набор. Он видит живую жизнь, смотрит, как жучки-червячки, листики, там, так далее. Когда я говорю это словами, это такая банальщина. Но если вы заглянете в книгу, вы увидите, что это действительно потрясающее открытие, которое сделал мальчик, как только на секунду оторвался от своей вот этой вот пикалки с марсианами. И дождь, и свет, и полет со склона, конечно, он навернулся с этого склона, еще бы, кувыркался. И радуга, и деревья. И вот совершенно потрясающий текст, по-моему, самое удачное место перевода. И тут, лежа на спине, ну, естественно, можно же поваляться в грязи, это первое и самое большое удовольствие у ребенка. И тут, лежа на спине, я увидел мир вверх ногами. Словно его только что отремонтировали. Каждый предмет казался незнакомым. А понимаете, в чем дело? Иногда полезно постоять на голове, чтобы увидеть мир вверх тормашками. А еще полезнее, если вы хотя бы отчасти вот этого чувства вернете, потому что каждый из нас в детстве его испытывал. Это невообразимо точно и очень поэтично, на мой взгляд, сказано. Как будто весь мир отремонтировали. Так после ремонта входишь в привычную, но ставшую совершенно незнакомой комнату. А всего-то обои переклеили. Как будто весь мир отремонтировали. А ремонт – это всегда исправление какой-то неполадки, как всегда исправление чего-то сломавшегося. Так что же сломалось в мире? С миром все в порядке. С миром все замечательно. И художник это видит и чувствует лучше нас с вами. Это у нас в голове что-то сломалось. Мы потеряли вот эту радость ощущения, которую, казалось бы, так сложно вернуть. А ничего сложного в этом нет. Просто выйди на улицу. Просто присмотрись к окружающей природе. Просто подари маме крохотный букетик вот этих цветочков. И ты почувствуешь такую радость, какую может дать только жизнь в этом мире. Он, конечно, очень несовершенен. И в нем есть скучные вещи. И в нем есть, несомненно, злобные марсиане, которых надо пиу-пиу-пиу-пиу. Но когда вы посмотрите глазами ребенка на все это, вы не сможете не полюбить этот мир. Вы не сможете не восхититься вместе с автором и художником этой жизнью, этим лесом, этим дождливым днем. И всем, что в нем происходит. А в конце, в конце, вашу приставку будут рассматривать вот такие рыбки на дне пруда. Вот. И может быть тоже чему-то для себя подумают. Чему-то научатся. Это прекрасный совершенно конец, да, завершающая иллюстрация, на мой взгляд. Вот такой вот супер обычный день. О чем эта книжка? О вреде компьютерных игр? Да ни в коем случае. Нет, забудьте вообще. Даже слов таких не произносите. Эта книжка про радость, посмотри, радость взгляда на окружающую действительность свежим глазом, да. Радость впечатления по-детски непосредственного и такого живого, такого сильного, до которого, на самом деле, очень легко дотянуться. Но мы с таким трудом, так тяжело делаем это усилие, да. И поможет нам в этом именно художник. Так что мастера иллюстрации – это не просто какая-то обучалка или такое познавательное дополнение к книжке, да. Это еще и окно, дверь в совершенно новый потрясающий мир, за что я и люблю детскую иллюстрированную книгу. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.